В первое время я получала лучевую терапию и, естественно, сожгли внутренние органы. Мне вытаскивали каждые полгода камни, и мне стали ставить стенды. Это адские боли, потому что у тебя лучевая, и что ты хочешь. Я думала, я покончу с собой. Я имею в виду постлучевой фиброз органов малого таза. Никто не брался из врачей, никто, а он взялся и провел такую сложнейшую операцию. Предположила о возможном успехе. На данном этапе я иду на выздоровление. Увеличили его объем за счет сегмента подвздошной кишки. Вот полноценный человек я. То вот такая история нашего общего успеха, которая позволила пациентке выйти из психологического, морального и физического тупика. Давайте попробуем. Давайте. Расскажите, что с вами произошло. Мой клинический случай не из легких. Скажем, тяжелый даже. Это случилось почти 12 лет назад. Я заболела онкологией. Эту болезнь, слава богу, мы победили. Но, как известно, одно мы лечим, другое калечим. Естественно, так и произошло со мной. Через некоторое время я получала лучевую терапию. И, естественно, сожгли внутренние органы. Мы задели почки, задели кишечник. И, естественно, это все сказалось через некоторое время. Почки стали вести себя плохо. Мочеточник тоже. Мочевой. Ну, в общем, то, что связано с почками. В чем это для вас выражалось? Для жизни? Сначала у меня были камни. Мне вытаскивали каждые полгода камни. Я лежала в стационарах постоянно. Постоянно получала антибиотики. Постоянно у меня были большие боли. То бишь я постоянно была вот в таком напряжении и в таких болях. Потом это все усилилось. И мне стали ставить стенды. С двух сторон у меня стояли два стенда. Это было что-то. Это было нечто. Это ничего не сказать. Это адские боли. Это каждые 2-3 недели промывка стендов. Это каждые 2-3 недели антибиотики. Это температура. Это я от боли плакала. Мне никто не мог помочь. Я обращалась ко многим специалистам. Но от меня все отворачивались и говорили, потому что у тебя лучевая, что ты хочешь. Это нормальное явление. Вот ты так и будешь с этими стендами. Потом я попала в больницу. Там был Крис. И мне поставили 2 нефростомы. Вот здесь я думала, я покончу с собой. Из-за боли? Да. Во-первых, это ставится все на живую. Это адская боль. Это такая боль. Это вам передать какая-то боль. И ходить вот с этими двумя мешками по сторонам. То бишь, нормально не искупаться. То есть, не одеться. Ну, в общем, никаких условий, никаких ничего. И со спины стоят трубки, которые тоже забиваются. Их надо промывать и менять эти стенды. Я имею в виду, что вот эти нефростомы. Я так проходила еще год. Я думала, не знаю, что я с собой сделаю. Но в жизни получилось, что мне жизнь подарила встречу с Игорем Петровичем Костюком. С замечательным врачом. Не знаю, с замечательным человеком. С большой буквы. А хирург, он вообще от Бога. И он взялся за операцию. Мне что нравится в нем. Он, во-первых, он меня вселил в надежду на восстановление здоровья. И, по крайней мере, он вот, я ему поверила. Вот действительно поверила. Никто не брался из врачей. Никто. А он взялся и провел такую сложнейшую операцию. Такую сложнейшую. И, мало того, он еще ювелирно, грамотно, профессионально исправил ошибки тех врачей и других, которые напортачили, накосячили, или, как правильно сказать. Поэтому на данном этапе я иду на выздоровление. Только благодаря Игорю Петровичу. Вот правда. На данном этапе у меня нету нефростома. У меня все. У меня все. Я восстанавливаюсь. Восстанавливается мой организм. Восстанавливаюсь я и психически, и психологически, и морально. И в состоянии здоровья. То есть только благодаря Игорю Петровичу. Только. Замечательному хирургу, прекрасному человеку. Я не знаю. Вообще умница. После операции прошло три с небольшим месяца. Вы можете сейчас сказать, что вы чувствуете себя здоровым человеком? Ну, практически да. Потому что я могу сама. Я действительно как бы самостоятельна. Не надо мне никакой помощи. Не надо мне ничего. Я не должна. Вот у меня таких болей нету. Нету этих мешков. Нету ничего. То есть я живу полноценной жизнью. То есть вот полноценный человек я. А я еще хотела сказать, что у Игоря Петровича прекрасная команда. Слаженная. Слаженная. Вот у него вот молодежь сейчас вместе с ним работает. Он их, ну, учит своему профессионализму. Вот это дело. У него очень хорошо получается. Ну, вот респект честный. Я хочу вообще поблагодарить весь медперсонал. И клиники, и больницы за их, просто за их отношение к нам, к больным. Потому что они настолько чутко, настолько бережно, настолько вот к нам относятся. Вот правда, им низкий поклон. Вы не приходилось с таким сталкиваться ранее? С таким отношением к больным? Правда, вот действительно, вот отношения вообще. Во-первых, здесь мы получаем квалифицированное лечение. Здесь очень хорошие палаты. Очень хорошее питание. Очень хорошее, что лечение в полном объеме. Что надо, все вот полностью обследуют. Вся аппаратура очень хорошая, на высшем уровне. То есть все условия созданы для того, чтобы мы, ну, хотя бы вот с нашими вот болячками, с нашими вот этими, пребывали более в комфортных условиях. То есть это очень тоже важно. То есть вот честно. Поэтому как-то хочется сказать им всем большое, огромное спасибо. Вам спасибо за смелость. Очень мало кто соглашается рассказать о своей истории. И самое искреннее пожелание, чтобы вы сохранили здоровье. Спасибо. За самой-самой глубокой истории. Спасибо. Дорогие друзья, я сегодня хочу вам рассказать одну короткую историю о лечении пациентки, которая удалось избавиться от очень тяжелого онкологического диагноза, но получить не менее тяжелое осложнение лечения. Я имею в виду пост-лучевой фиброз органов малого таза, который протекает с очень тяжелой клиникой и сложными болезнями и ощущениями для пациента. После успешной мочевой терапии в пациентке развился пост-лучевой цистит, пост-лучевой структуры обоих мочеточников. И с этим состоянием она жила достаточно долго. Сначала организм компенсировал эти проблемы, потом уже это было невозможно, приходилось многократно стентировать мочеточники, чтобы моча нормально отходила от почек в мочевой пузырь. Тот становился все меньшего объема. Со временем стентирование уже не приводило к успеху, и пришлось поставить две нефростомы. Это отведение мочи через поясничную область, справа и слева из каждой почки. Такое состояние для пациентки было крайне болезненно, тяжелое, практически. Она не хотела жить в таком состоянии и думала о самых разных исходах из него. Она обратилась в несколько клиник, где и последовательно в каждой попытались эту ситуацию исправить, но, к сожалению, по разным причинам это не привело к успеху. И в одной из клиник ей порекомендовали обратиться ко мне. Я не могу сказать, что оптимистично смотрел на возможность решения этой проблемы, но имея достаточно серьезный и большой опыт, в том числе и в основном успешной коррекцией различных проблем с мочеводелительной системой, с мочевым пузырем с его различными вариантами реконструкции пластики, описав потенциально и тяжелый путь реабилитации после даже успешного такого вмешательства, вмешательства предположило о возможном успехе, если мы вместе, пациентка со своей стороны, а медицинский коллектив со своей стороны будут удачливы, их самоотверженные усилия увенчаются позитивным результатом. В конце концов, к счастью, так и произошло, хотя путь был непростой от момента принятия решения операции к подготовке и реализации прошло больше месяца, а после операции восстановление и реабилитация длилась больше двух месяцев. Тем не менее, необходимый результат был достигнут. Мочевой пузырь представлял собой емкость маленького объема меньше 30 мл с выраженными воспалительными и послучевыми изменениями, и мы увеличили его объем за счет сегмента подвздошной кишки, смоделировано специальным образом, мы называем это так называемый J-резервуар, когда в виде буквы J моделируется сегмент тонкой кишки и наращивается к оставшимся стенкам мочевого пузыря его объем. В этот резервуар имплантируются неизмененные сегменты мочеточников, что выключает из пассажа те его отделы, которые поражены, и со временем организм привыкает к использованию этого резервуара. В качестве мочевого резервуара пациентка привыкает к новому ощущению его наполнения, привыкает к новым признакам и позывам мочеиспускания, и со временем ее жизнь в этой части становится практически такой же, как до начала лечения и до получения всех указанных осложнений. Ну а если кратко, то вот такая история нашего общего успеха, которая позволила пациентке выйти из психологического, морального и физического тупика, а нам получить еще один позитивный импульс дальнейшей работы с этими непростыми пациентами и больными. Спасибо. Спасибо. Спасибо.